Духа, аминь. Святитель Иоанн Златоуст в Деяниях на Святые Апостолы в 13-й беседе говорит, что бедные способнее богатых к любомудрию. Чтобы нам жить в радости, уничтожьте причину всех неприятностей, любостяжания. Оно-то, оно бывает причиной браний, несогласия, скорби, печали и всех зол. Оно делает жизнь тягостную и прискорбную. И гораздо больше причин к неприятностям найдешь у богатых, нежели у бедных. Если кому кажется это неверным, то лишь по его мнению, а не по существу дела. Если же и богатые имеют некоторое удовольствие, то и это нисколько неудивительно, потому что и пораженные чесоткою ощущают великое удовольствие. Богатые нисколько не отличаются от них, и душа их такова же, как видно из следующего. Их мучают заботы, и однако они охотно предаются им из-за временного удовольствия. Но те, которые избавились от забот, здравствуют и благодушствуют. Что приятнее, скажи мне, что безопаснее? Заботится ли об одном хлебе и одежде, или о множестве рабов и подчиненных? Я о себе же не заботится. Как тот не печется о себе самом, так ты обо всем, что навлек на свою голову. Отчего же, скажешь, избегают бедности? От того же, от чего многие удаляются и других благ. Не потому, чтобы эти блага сами по себе были достойны отвержения, но потому, что на опыте они представляются трудными. Так и бедность не сама по себе отвергается, но потому, что трудна на опыте. А если кто может ее перенести, тот не откажется от нее. Ибо почему не гнушались ее апостолы? Почему многие избегают ее и не только не гнушаются, но еще и прибегают к ней? То, что поистине достойно отвержения, избирается разве одними безумными? Если же из людей более любомудрые и высокие прибегают к ней, как к некоему безопасному и безболезненному убежищу, то неудивительно, что, прочим, она не так кажется. Богатый, по моему мнению, если не что иное, как город, не огражденный стенами, построенный в поле и со всех сторон привлекающих к себе неприятелей, а бедных. Это крепость безопасная, огражденная великую медную стеной и недоступная. Скажи мне, кого можно почесть более блаженным, того ли, кто близок к добродетели, или того, кто далек от нее? Без сомнения, близкого. Но кто из них способнее что-либо усвоить полезное и отличаться любомудрием? Тот или этот? Ну, конечно, тот. Вот, если же не веришь, послушай. Пусть приведут с площади какого-нибудь из нищих, и пусть он будет слеп, хром, увечен. А другой пусть будет красив на вид, крепок телом и вполне здоров, и богат, и знатен по происхождению, и с великой властью. Приведем их в училище любомудря, и посмотрим, кто из них лучше усвоит предметы учения. Предложим первую заповедь. Будь кроток и смирен. Ибо так повелел Христос. Матфей 11, глава 29 стих. Кто из них будет в состоянии лучше выполнить это? Тот или этот? Блажены плачущие. Кто будет более внимательным к этому изречению? Блажены кроткие. Кто лучше выслушает? Блажены чистые сердцем, Блажены алчущие и жаждущие правды, Блажены изгнанные за правду. Матфея 5, глава 4 по 11 стих. Кто из них скорее примет все это? Если хочешь, приложим все изречения к каждому из них. Не всегда ли гордится и надмивается один из них, а другой напротив, не всегда ли будет кроток и смиренно мудр? Конечно так. У языческих философов есть на этот предмет такое изречение. Епиктет раб, по телу увечен, По бедности ир, но друг богов бессмертных. Таков бедный, но душа богатого Исполнена всех зол, гордости, тщеславия, Бесчисленных пожеланий, гнева, ярости, Любому стяжания, неправды и тому подобного. Очевидно, что душа первого способнее к любомудрию, Нежели последнего. Господу нашему славу во веки веков. Аминь.